Привет, друзья! Ну, делалось, да, самой компанией в былые времена. Так, да, вот это все, покажу, расскажу, что к чему-то, почему, да. Да, прежде всего хочу показать, что у меня шестесочка какая-то тут нашлась под рукой, она полнофункциональная. Но здесь, да, история на самом деле не про ремонт, потому что даже как бы у нас уже в наши дни, в нашей стране, да, не говоря уже о западных коллегах, такие вещи уже на самом деле все более редко попадаются. В обслуживание, в ремонт, в данном случае поза мини-экрана. Ну, на самом деле здесь просто хочу снять с этого экрана полностью запчасть. Здесь у нас должна быть полностью со всеми навесами, и с кнопкой Home, и с фронтальной камерой. А, да, зафиксировал момент, что здесь у нас все работает полноценно, и Touch ID, и все полностью. Так, добавим пальчик. Напоминаю, да, для тех, кто не в курсе, то есть, в принципе, да, даже китайские люди, ну, на самом деле, по такой, уже по необходимости, да, не стали вот это вот разворашивать. Такую вещь, как Touch ID, то есть, и прошивать ее, в принципе, то есть, это до сих пор, это привилегия остается у самой компании, ну, и у официальных сервисов, как вот чьей слугой, да, мы сегодня воспользуемся, попытаемся, да, воспользоваться. Так, да, я задобавил пальчик, все, у меня устройство разблокируется. Блин, Touch ID классная штука, для своего времени это просто топов за топ. Я просто однократно нажимаю, она уже у одной палец, и телефон разблокируется. То есть, если да, я нажимаю другим, у меня, понятно, не считывается, и вводится, выводится интерфейс ввода пароля. Кто-то, может быть, уже забыл такие вещи, блин, я даже сам с улыбанием вспоминаю. Так, теперь, да, самое интересное, это распечатываем вот эту вот штуку, первородку. Блин, просто, друзья, чтобы вы понимали, для меня, да, для мастера, который занимается всю жизнь, сознательную жизнь вот этими вот вещами, блин, ну, это просто невероятная вообще штука, конечно, это какая-то, ну, не знаю, метка просто, просто топ. Так, вот такой вот сервис-фак. Уи, перехпи, attention. Кстати говоря, да, интересно здесь почитать, да, здесь продуктов China, понятно, да, это к такому моменту, что все, что бы да ни было, чем вы пользуетесь, на чем вы ездите, и по большей части все электроника и все-все-все прочее сделано, да, в известной стране. Тут у нас мелким шрифтом написано, что есть, да, некий такой изготовитель Apple Rus, что-то там, тарам-пам-пам, ну, по сути, это импортер, и со стороны производителя в нашу страну был когда-то. Ну, и тут еще интересные такие данные, что, блин, плохо видно, но, так, гарантийный срок один год, срок службы три года. Да, про три года это, знаете, такие интересные моменты, что даже в описании вот этой вот самой книжечки, которая идет с телефоном, срок службы телефона предусмотрен как пять лет, но вот этому устройству гораздо больше лет, и он полностью в первородии, в оригинале, тут все родное, все на месте, и все полнофункционально рабочее. Так, распечатаем вот эту штуку, да, уже видно, что там прямо идут шлифа со слуховым динамиком и фронтальной камерой, здесь кнопка Home интегрирована, так, что по-варварски, или как никого и не было? Попробуем. Да, кстати, намутил я еще оригинальную проклейку, но, к сожалению, от этого телефона уже не нашлось, это от iPhone 7 Original. Да, тоже именно сервисное, небольшое количество у меня еще есть. Так, попробуем, как никого и не было. Спирт мне в помощь, чик, и как по маслу. Блин, зачем я это делаю? Привычка. Да, немножко спонтанно возникла вот такая вот идея, ну, на самом деле, спасибо коллегам западным, люди, да, из официального сервиса работают, ну, не знаю, что-то по тихой грусти, да, захотелось попробовать такой эксперимент сделать, сами они уже давненько даже не пробовали, вообще, да, не делали такую штуку, подзабыли уже некие моменты, как это, что там, к чему-то, почему. Последней модели, как выяснилось, да, делается это по воздуху, вот эта процедура, да, калибровки, ну, по-русски, да, это прошивка, привязка деталей к отдельно взятому устройству, то есть по воздуху, на такие телефоны, как вот этот старенький 6s, там нужно специальное ПО, где через провод, да, по стареньке все это дело делается. Сейчас у меня фоново качается там полушка, ну, и мы надеемся, на самом деле, совместно, что у нас это получится сделать. Если нет, я думаю, что все равно будет прикольно, интересно посмотреть вот такую вот интересную распаковку. Да, еще раз большое спасибо друзьям, товарищам, коллегам, нет-нет, да, общаемся. Ну, надеюсь, да, что с нашей стороны тоже есть какая-то передача опыта некоторых вещей, но, конечно, по большей части я оттуда больше, конечно, черпаю для себя полезной инфы. И для меня всегда было таким эталоном, это именно вот это регламентированное поведение официальных сервисов самой компании, чтобы перенимать оттуда прямо, ну, очень многое на самом деле. Так, да, я все-таки это сделал, галочку поставил. Если эта штука является какой-то гарантийной пломбой, если что-то с экраном не то, то я могу вот это дело запечатать назад, как никого и не было. Уих, и тут просто, это, конечно, это масло, это, блин, это невероятно вообще. Уих, телепих, эпилога, оригинал, true оригинал. Ах, я просто, ребята, улыбаюсь, это невероятство. Блин, я даже не хочу вот пленочки снимать. Уих, 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 эпилога. Давайте кнопочку пощелкаем, как она вообще в первородии. Вот он, четкий щелчок, е-е, по канонам. Блин, ну, ребята, да, я говорю, что просто многим не понять, что это такое для мастера, это, ну, блин, не знаю, с чем сравнить. В обычной гражданской жизни, ну, наверное, мало найдется таких вещей, которые кого-то, да, ну, только каких-то, да, может, увлеченных фанатов, каких-то своим делом, не знаю, там. Вряд ли какой-то повар, пекарь, там, что-то так делая, там, не знаю, получает вот такие чувства, я просто сейчас, блин, чуть ли не подпрыгиваю. Так, да, есть ОК у нас вот это, давайте теперь разберем вот эту штуку, я прямо сниму и отдельно положу экран, далее мы подключим этот, ну, и попробуем вот эту сделать калибровку. Блин, надеюсь, что у нас получится. До конца никто не уверен в результате, там создается некая, да, заявка в приложении от самого сервиса по серийному номеру детали и телефону, то есть это, да, через официальный ресурс создается заявка по замене экрана с обозначенным дефектом. Соответственно, далее должен быть подключен этот экранчик, в режим специальный, да, восстановление вводится устройство, и вот эта привязка, она происходит довольно быстро, меня предупредили, чтобы я этот момент не прошнявал, и это все было вот так вот. Так, открываем, убираем. Блин, я просто улыбаюсь. И крещу пальцы. Вись, 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 вись. Подстилю под тебя. Так, здесь я до конца, на самом деле, не знаю истории аппарата, что, откуда, где, что, к чему, да, почему, лежал просто без дела, не знаю. Первое открытие это, либо что, ну, по всей видимости, да, никого и не было. Да, первородка, не вскрывашка, вот за столько лет устройство вообще просто, ну, блин, ни пылинки, ни сыринки, понятное дело, уже такая подразложившаяся проклейка, но это первородка. Так, обесточка, и подключаем экранчик. Подизношенная батарея здесь что-то около 80% состояния, а то и ниже что-то я не посмотрел. Ну, понятно, да, за столько лет, это неудивительно. Да, ребят, чтобы вы понимали, что происходит, воскресенье, выходной, я уже после работы здесь сижу, качаю, прошу, чтобы вот это дело, блин, получилось. Поставьте лайк, пожалуйста, подпишите там какой-нибудь коммент, что вы вообще думаете, ну, по текущему моменту или потому, что будет происходить дальше. Да, 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 так, вот это в сторону, прямо для наглядного отображения. А еще есть такой интересный момент вот в этой всей истории, тут до конца непонятно, что будет к чему привязываться, то есть сам ли этот констракшн будет прописываться в телефон. А если это так, то понятно, что кнопка с другим серийным номером будет относиться к этой плате, по идее вот это должна перестать работать. Вот этот, кстати, интересный такой момент, ну, логическое ему заключение, мы еще проверим в конце, если у нас все получится привязать эту деталь. Да, давайте, понятно, что я сейчас подключу, у меня не будет работать кнопка Home, потому что, да, она, в принципе, другая. Будет у меня показывать изображение, будет работать фронтальная камера, ну, вот это вот давайте все-таки попробуем, посмотрим, что как. Так, обесточка важна, подключаю. Блин, они прямо пряменькие, ни разу не загнутые. Ой, пленочки не буду убирать. Больной я человек. Да, как я сказал в начале, это, пожалуй, что это вообще на самом деле последняя вот эта сервисная деталь в нашей стране. За те денежные средства, да, за которые она даже была здесь приобретена когда-то, да, она по каким-то складским остаткам осталась. Сейчас никому это не поставить, никому это не будет интересно. Это двойная-тройная стоимость, теперешняя стоимость этого устройства на Боу-Рынке. То есть, конечно, понятно, вот это может быть где-то еще это есть, но это вот так вот рассасывается, как-то всплывает такие очень разовые вообще вещи. Так, включаем. Ой, белый фон, равномерное изображение. Красота. Да, сейчас мы получим сообщение об ошибке по Touch ID. Есть, да, но это как раз таки то, что в принципе и ожидаемо. Да, при этом работает у нас камера основная, фронтальная. Не зависла, я просто замер. Да, кнопка при этом работает как функционал кнопки Home, двойное нажатие, но без функции сканера отпечатка. Понятно, что да, в каком бы то виде я бы это все равно использовал и показал бы это, но есть у нас такая уникальная возможность. Блин, крестим пальцы, ребята, чтобы у нас это получилось. Так, ну здесь небольшая пауза, я там скачиваю программное обеспечение. Нет, либо я успею это сейчас продолжить прямо сегодня в воскресенье, либо немножко это перенесется, потом соединим. Ну и все это мы увидим в конечном итоге. Так, 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 качаю, ставлю, что-то там настраиваю, делаю, действую по указаниям свыше. Так, да, ребят, вроде все подготовлено, что необходимо скачано в режим восстановления. Программа подключена, VPN-ы включены, подстраховки все сделаны. Так, что-то, что-то происходит, я даже не успел посмотреть. Пишет подготовка телефоном, причем да, интерфейс полностью на русском языке. С благих времен. Уих, появилось телефончико с яблочком. Уих, телефончик, пих, уах, уих, ох, чех, пих, уих, уих, че происходит. Так, ну здесь в интерфейсе недоступно что-то, какого-то облачка, что-то еще. До конца не понимаю, ничего не жму, жду инструкций. Бах, что-то облачко красненьким стало, как тучка. Блин, омалина, невероятно, да, вот Apple, конечно, упарывается за эту вообще штуку. Цвета дисплея и корпуса не совпадает. Повторите попытку калибровки с правильно подобранным дисплеем. И да, где-то здесь у меня была пометка, что это Gold, вот эта вот запчасть, а у меня телефон, блин, Rose Gold. Это разные штуки, ё-моё. Блинский ты блин, а, неужели вот настолько, да, вот это все вот так вот, вот так вот, вот так вот, да, это упорота. На самом деле, да, я этому могу найти, опять же, оправдание и логику. Та же самая, вот эта самая ревизионная принадлежность и производство, производители разных экранов, они на самом деле отличаются даже по цвету телефона, там есть градации. Да, я как-то говорил такую штуку, что мной был давно такой замечен эффект, что на каких-то там, по-моему, на семерке красной, либо на восьмерке, там белый-не белый, а немножко такой прирозовенный. Так вот это все к той же ревизии экрана, видимо, да, по изначальному отношению цвета телефона. Так, тут у меня сбой пишет, пишет тучку, не дает перейти в режим калибровки. Так, консультируюсь со специалистами. Да, ребят, это вот эта та самая, вот, не знаю, вот настолько, да, педантичность Apple вот к этим во всем вещам, вот к этому конечному, да, Apple Magic, что все-все-все должно совпадать. То есть у меня вот этот ободочек кнопочки Home, он золотого цвета, соответственно, этот экран для золотого телефона, не для Rose Gold, как в данном случае. И вот она, пожалуйста, ошибка калибровки. То есть настолько, да, по мелочам даже компания упарывается вот за эту всю историю. Ну и, блин, мне, чтобы довести эксперимент до конца, нужен золотой, блин, телефон. Где я его найду в наши дни, я вообще не представляю. Он либо кому-то служит верой и правдой, не знаю, как в бане дверь подпирать, либо он просто уже неподъемный. Так, так, да, наверное, у нас прерывается история до какого-то, да, вот такого вот нахождения Gold, Gold Phone. Ну и, я думаю, что да, мы продолжим, по крайней мере, да, у нас все запустилось, заколосилось. Випен нам в помощь, Данкишон коллегам. Блин, это great. Я надеюсь, что мы продолжим эту историю, но, если нет, то привет.